Музыка Будьте здоровы, люди вольные, а также простые любители бывать на природе Рыболовы, грибники, возможно даже охотники, ну и так далее Этот сюжет будет посвящен вот этому костюму Это легкий мембранный костюм, который называется Shelter Я его использую вот в этом 2014 сезоне, уже несколько месяцев Поэтому в общем-то накопилось что сказать Это будет мой обзор и отзыв на этот костюм Ну я надеюсь, что он станет полезным тем, кто выбирает себе костюмы Возможно вы услышите ответы на какие-то вопросы, которые у вас были Вместе с костюмом нет никаких в комплекте сумочек или чехлов для переноски Поэтому он выглядит вот так, если его сложить моим способом То есть способом, которым я обычно пользуюсь для складывания костюмов Вот такая вот достаточно удобная упаковочка Сколько он весит я сказать не могу, потому что весов у меня с собой нет Но немного на самом деле, по ощущениям немного совсем Это значит мембранный костюм Легкий мембранный костюм В комплекте курточка В комплекте брюки Костюм позиционируется прежде всего как одежда для рыболова Ну, собственно, из-за того, что костюм сам по себе легкий И место не занимает Его действительно неплохо иметь с собой на рыбалке В случае, если вдруг неожиданно пошел дождь Его быстро можно надеть Сам он выполнен из мембраны И все молнии и на карманах И основная молния защищены специальной влагозащитной планкой Сама вот эта влагозащитная планка Которая закрывает молнию Она, естественно, не полностью герметична То есть через нее какая-то влага может проникать Какая-то вода Потому что, если вот их так слегка подгибать Между ними щель образуется То есть надо понимать, что это не стопроцентная гарантия герметичности Хотя с внутренней стороны молнии Здесь вот такая вот подкладочка сделана Опять же, из мембраны Которая дополнительно может закрывать молнию Вот сама молния ходит Ну, так, так скажем, туговато Но не доставляет дискомфорта Ну, соответственно, вот эта планка почти не закусывается Ну, только может быть, если где-то чего-то будет скручено или замято На рукавах манжетов никаких нет То есть вот так вот он свободный и достаточно объемный Но сам рукав регулируется вот такой липучкой Грепейником Достаточно удобно Можно по максимуму затянуть Можно чуть поменьше В общем-то быстро и удобно Сама вот эта штучка Такая резиновая В общем, достаточно удобно Если дует какой-то ветер Хочется спрятаться То его можно достаточно плотно Вот так вот Зафиксировать Низ куртки с двух сторон Регулируется Вот такой вот состежечкой Очень удобно То есть эта резинка Можно подтянуть, чтобы не придувал ветер Здесь вот такой вот шарик имеется на этой резинке Чтобы его хватать было удобнее И, соответственно, вот эта вот утяжечка Сама по себе Сам по себе вот этот вот фиксатор Он с помощью вот такой небольшой петелечки Пришит к самой куртке, к низу Поэтому подтянуть можно просто Потянув резинку вот за этот шарик То есть вот если она не затянута Можно просто взять Если одна рука, допустим, занята Там какой-нибудь удочкой Или еще чем-нибудь Можно взять Нащупать вот этот шарик И просто вот так вот потянуть И тогда, соответственно, она затягивается В общем, это достаточно удобно Ну и с этой стороны Все то же самое Такой же шарик Такая же резиночка, утяжка Тянешь И она затягивается И получается достаточно плотно То есть ветер не поддувает Ну, соответственно, здесь На курточке есть два кармашка Точных Вот В них, в общем-то, они достаточно объемные Потому что они уходят аж до груди Вот здесь Положить можно даже бутылку Литровую Либо еще что-то Но здесь проблема в том То, что С внутренней стороны Мембрана вообще ничем не защищена То есть вот она так, как есть Поэтому что-то класть В эти карманы Такое Что может поцарапать Уколоть Порезать Какие-то Более-менее Ну, относительно острые предметы Не стоит Допустим, ключи какие-нибудь Я думаю, не стоит сюда класть Ну, естественно Не стоит сюда класть Всякие поплавки Там Воблеры Или еще что-то То есть сюда можно положить Деньги Блокнот Там, я не знаю Телефон Еще что-нибудь такое Платок какой-нибудь Ну, в общем, то, что не Не порежет И не повредит Вот эту мембрану И, между прочим Эта проблема вообще Всего этого костюма То есть Мембрана Она открытая Поэтому Поддевать его Опять же нужно То есть Надевать сверху Надо на такую одежду Где, опять же Нету чего-то такого Что может проколоть Или повредить Мембрану Заявляю, что Здесь очень удобный И очень Хороший Кофешон Он Анатомического кроя Такого И очень удобно Регулируется Его можно Уменьшить Его объем Он с помощью Такой застежки На затылке Подтянуть его Как бы с этой стороны Плюс Есть две Вот такие резинки Которые Его Утягивают Уменьшая Объем Вот этого Вот Вот этой площади Ну, соответственно Все вот это Вот позволяет Защититься полностью От ветра От брызг Я этот костюм Использовал Как сплавной На Кольском И во время Перехода По озеру Где Ну, большие Открытые пространства Ветрище Дует Значит Брызги летят Костюм Вот этот Вот В частности Капюшон Очень удобно И очень надежно Защищал От всего этого И позволял Не замерзнуть Раньше времени Капюшон Очень удобно Регулируется И задувает Ветер Вот эту Вот верхнюю Утяжечку Нужно Двумя руками Затягивать То Вот эту Вот Можно одной Так же Потянув Как и снизу Так же Просто Лишь Потянув Ее От себя Одной рукой Чтобы ее расслабить Здесь вот Вшита Кнопочка Она как бы Вшита внутрь Вот здесь Вот на щеке Щекой ее чувствуешь Поэтому Нажав Вот так вот Сжав ее пальцами Можно расслабить Вот эти резинки Сжимаешь пальцами И расслабляешь Кстати Внутри Капюшона Вот здесь вот Где он касается Лица Носа Вот лица Когда он полностью закрыт Вшита Вот такая Вот Достаточно Приятная Тактильно Что-то вроде Флизки С двух сторон Поэтому Когда его полностью Вот так вот Застегиваешь Вот здесь вот Не молнию холодную Чувствуешь А такую приятную Теплую флизку Швы Как видно Все Проклеены Специальной лентой Вот здесь Ну и так В общем-то По всей курточке Все швы Вот этой лентой Проклеены Курточки находиться Достаточно удобно Она сшита Удобно Анатомично Ничего Движения Не мешает В общем-то Можно делать Все что угодно Достаточно Неплохо Ну и теперь Перейдем К штанам Штаны Также Сшиты Анатомично Вот допустим В месте Где колено Чтобы можно было Ходить Приседать Сбоку Вот здесь На штанине Также имеется Молния Примерно До колена Ее можно Вот так вот Открыть Увеличив Таким образом Объем Внизу Штанины Чтобы например Если на какие-то Сапоги Можно было Сверху Накинуть Или еще что-то Обычно Такие Молнии Еще используются Для того Чтобы удобнее Было Надевать Штаны Прямо Не снимая Ботинок То есть Вот так Подворачивая И сюда Просто Совать Ботинки Но Я бы Конечно Не стал Этим Заниматься Потому что Все-таки На штанах С внутренней стороны Мембрана Так же Ничем Не защищена Поэтому Суя туда Ногу В ботинке Можно Запросто Ее Повредить Этот костюм В течение Этого лета Очень Очень Жестко Вообще Костюм Позиционируется Как Рыболовный Но Соответственно Рыбная ловля Не подразумевает Каких-то Сверх Сильных Нагрузок Я же Его Использовал Этим Летом Как Сплавной Сплавной По Достаточно Бурной Спортивной Реке Ну И Достаточно Много В нем Еще и Побегал Собственно Если Курточка Осталась Жива То есть С ней Вообще Ничего Не случилось Она держит Замечательную Влагу И В общем-то В целости И сохранности То Штанишки Немножко Повредились Значит Что у меня Повредилось На штанишках Ну В общем-то Как и любые Штаны Под большой Нагрузкой У меня Отклеилась Вот эта Вот Защитная Лента В области Паха Лента Вот эта Вот Отклеилась И Соответственно Здесь Вот В этом месте Шов Теперь От влаги Не защищен Но Собственно Если Во время Сплава Это имеет Значение Потому что Вода Забрызгивается Через борта И здесь Везде Находится То Во время Рыбалки Если вы Здесь Повредите В общем-то Дождь Туда Не намочит С этим Все нормально И Также У меня Стало Протекать На правом Колене Стало Попадать Влага Во время Дождя В общем-то Осмотр Показал Что Здесь В этом Месте Это Вот Даже Заметно Вот Здесь Вот Небольшое Повреждение Мембраны Вот Она То есть То ли Царапнулась То ли Зацепилась За что-то В общем Вот Такая Небольшая Черная Точечка Дырочка Точнее Это не Дырочка Это просто Вот Мембрана Сама Повреждена Вот Поэтому Если допустим Идет дождь Или вода Заплескивается Через борта Потом Вот Здесь Где колено Все термобелье Полностью сырое В общем-то Это и объясняется Вот именно тем Что Вот эта вот Дырочка Появилась Но это вообще Не проблема То есть И эта дырочка Заклеивается Специальным Материалом И специальным Клеем Подклеивается Вот эта вот Лента защитная Здесь вот В области Паха И в общем-то Штаны будут Полностью Работоспособные Как и раньше В общем-то Это не особо Проблема Но Тем не менее Нужно иметь ввиду И соблюдать Все-таки Вот какую-то Осторожность Мембрана Ничем внутри Не защищена Нужно с ней Аккуратно Обращаться Штаны Выглядят Вот так вот На человеке Сами по себе Они достаточно Узкие И не тянутся Естественно Поэтому Надевать их Сверху На какие-то Другие Штаны Широкие В общем Достаточно Проблемно Лучше всего Их надевать Сверху На Либо На термобелье Либо На что-нибудь Флисовое Такое Теплое Флисовое На толстые Какие-то Брюки Они не налезут Собственно На штанах Есть Также С боков Два Кармана Шлевок Для ремня Нет И сами Они На резинке Соответственно Здесь Тоже Можно Утянуть Сделать Чуть Поуже Либо Ослабить Вот Но Держится Достаточно Надежно Снизу Штаны Также Можно Утянуть Здесь Имеется Специальная Резинка Вот Она Тянется Можно Ее Утянуть И Если На какие-то Ботинки Вот так Вот Чтобы Туда Не ветер Не влага Не попадала Ну И вот Эта Молния Открывается До самого Колена Также Защитная Планка Внутри Есть Но Опять же Как и на Куртке Вот Эта Влагозащитная Планка Которая Защищает Молнию Она Естественно Не полностью Герметична Здесь Вода Может Проникать Но Обычно От дождя Даже От сильного Этого Вполне Достаточно Дождик Сейчас Идет Но Он Достаточно Мелкий Более Сильного Накладывать Не удалось Поэтому Следующие Кадры Будут С элементами Мазохизма Поэтому Ограничение Возрастное 18 Плюс Сейчас Буду Обливать Себя Водой Чтобы Было Понятно Вниз Поддел Вот Такое Термобелье На нем Будет Сразу же Видно Если Оно Промокнет Будут Такие Темные Пятна Ну что Начнем Немножко Извращаться Можно Можно Даже Немножко Давление Создать И Капюшон Капюшон Здесь Достаточно Удобно Сделан Здесь Есть Небольшой Козыречек Такой Я Сейчас Бейсболку Снял И Если Вода Попадает Сверху На голову То есть Внутрь Туда Ничего Не Заливается Она Достаточно Эффективно Скатывается Снаружи То есть Вся Вода Уходит Наружу Внутрь Сюда Ничего Не Попадает Продолжаем Эксперимент Не Знаю Сколько Здесь Миллиметров Ртутного Столба Точнее Не ртутного Естественно В общем То Определенное Количество Воды Попало Естественно Это Можно Делать И В сильный Дождь Это Можно И В ванной Попробовать Поэкспериментировать Но Будет В общем То Один И тот же Эффект Сейчас Я Снимаю Курточку И Вот То Есть Я Лил В основном Сюда На Плечи На Грудь На Это Плечо То Есть Вот Сейчас Даже Видно Вот Идет Дождь Капли Попадают Дождя И Тут Ж Вот Такие Темные Пятна Собственно От той Воды Что Из Бутылки На себя Вылил Пятен Не Видно Подводя Итог Всему Выше Случившемуся И Выше Сказанному Скажу Что Костюм Достаточно Удобный Легкий Надежный В плане Защиты От воды Но С ним Обращаться Нужно Аккуратно Потому Что Его Легко Повредить Какими То Предметами Острыми Либо Же Слишком Активными Действиями Для Рыбалки Костюм Подходит Превосходно Для Пешего Туризма Костюм Также Подходит Естественно Лазить По лесам Где Ветки Колючки Или еще Что-то В нем Нельзя Его Можно Повредить Сушить Его В принципе Вообще Не надо Тем более У костра Его Достаточно Просто Повесить На веревку И он На ветру Сам Высушится То есть Я его Сушил В общем Таким Образом Ну В общем Достаточно Достаточно Удобный Костюмчик Мне Лично Понравилось И Пользоваться Я им буду С удовольствием Достаточно Достаточно Продолжение следует...